Три, так, подожди, по продажам. Ну, давай, три боли ключевые, которые возникли, вот вскрылись с карантином первой волны. И что ты предпринял, как ты их закрыл? Если повторился, то коротко можно, да, если ты уже сказал? Да, ну, ключевая первая боль, это конкретно взаимоотношения и отношения. Потому что ты прямо понимаешь, что в одну неделю ты понимаешь, где, что и как на самом деле. Потому что там, где деньги, там, где безы, там сразу же все видно. И понятно. Соответственно, это первая боль. И понимание, и в том числе внутренняя трансформация моя личная, каким образом к этой ситуации относиться. И как дальше в будущем не попадать в такие, как говорится, капканы. Раз. Вторая боль, то, что мы реально очень сильно оффлайновые, очень сильно недооценивали вот эту всю диджитальную IT, e-commerce, инфраструктуру, в которой уже давно реально нужно было IT, а мы так типа, да не, ну что там, это будущее. Что-то там делали, что-то там через три года планировали к этому как-то прийти. Потому что полный ресторан и порядок. Вот так мордой как бы об стол, бабах, а вот же, как бы оно. И слава богу, что у нас там на уровне MVP вот этих вот там тестеров уже отработанных форматов. Слава богу. И мы понимали, по крайней мере, как это работает. И не сильно как слепые котята, знаешь, а как в игре стратегия. Знаешь, ты идешь, а тут черные поля открываются, открываются. Вот у нас хоть чуть-чуть там какой-то островочек уже был открыт, да. И, конечно, вот эта вот боль, которая сильно скрылась. Ну и третья ключевая боль, в которой мы все с вами находимся, это, конечно же, отсутствие, к сожалению, реальных инструментов финансовых в нашей стране. Даже там нет своих собственных каких-то сбережений, которые, то, что все говорили, подушка безопасности. Да, ребята, реально нужна подушка безопасности. Жалко, что ее, правда, нечего было формировать, потому что все же как бы реинвестируется всегда. Но она реально должна быть, и это то, что мы перестроили в новой модели, вернее, пытаемся перестроить. Пока мы там определили процент фонда вот такого кризисного, который будет с каждой продажи у нас формироваться и где-то находиться. Пока, правда, это только идея, но, тем не менее, он уже должен быть, потому что это, конечно же, помогает, по крайней мере, психологически в первую очередь, оставаться устойчивым в такую вот кризисную средствовую ситуацию. То есть решение по этим трем ключевым болям, по финансам, это формировать свой фонд, условно-резервный, да? Ну, или как ты называешь, фонд, да? Фонд, да. IT-инфраструктуру. На второй вопрос это онлайн, это инфраструктуру IT, то, что ты говоришь уже вот в 20-м году. Да, онлайн это как следствие в том числе, по крайней мере, внутреннее. Ну, то есть, опять же, много мы сделали, и слава богу, что так, например, с первого дня во все мои заведения 10 лет, слава богу, что официанты работают с планшетами. Это с первого дня, все заказы, всегда все пробивается. С первого дня? В 2011 году? В 2010 года. Да, вау, супер, класс. В 2010 года, и слава богу, да, это полностью сразу же... Своя программа, или вы где-то с кем-то... Своя дописанная, да, на базе 1С. Класс, супер, класс. И слава богу, что мы с этого начали, то есть я могу себя назвать, да, я уже диджитальный 10 лет, но это какая-то маленькая часть, и нам, конечно, это очень сильно помогло. Вот, а если бы мы, как говорится, предполагали об этой ситуации раньше, то мы бы уже были IT на уровне платформы, вот, диджитализированы. И это, конечно, бы сильно помогло. А дальше уже ты подключаешь онлайн, ты подключаешь просто вот здесь, в офлайне, но через онлайн, да, вот эти инструменты, которые мы сейчас... И тем не менее, по отчетам, я смотрю от Федора Овчинника, восхищаясь этой программой, которую он создал, но тем не менее, все равно показал просадку в карантин у себя в том числе, там, не помню, то ли 300, то ли 40%, сейчас точно не буду говорить. Ну, конечно, конечно. Все равно, несмотря на то, что они на доставке, но все равно достаточно... Конечно, потому что доставка, во-первых, мы должны понимать, это совершенно другой бизнес, вот. А в кофе это вообще беда, я даже не знаю, хотя вроде бы за счет плотности покрытия точками, вот китайцы, да, какие-то сделали возможность доставлять даже кофе, да, просто, потому что, я так понимаю, через каждую дверь они... А ты видел эту сеть, да, которая там, оленей, логикип? Сумасшедшая какая-то, да, да, да. Минус 200 миллионов убыток в 18 или 19 год? Да, то есть это вопрос про капитализацию и про операционную, да, эту историю, это, конечно, вопрос. Это, опять же, новая экономика, я пока ее не понимаю, я не могу так мыслить, просто потому что у нас нет доступа к ресурсам. Я хотел бы, конечно, раунды собирать инвестиционные и быть убыточным, да, и встроить нечто большее, единорога, да, но это, как раз, не про наш бизнес пока еще. А вот про первый, про партнеров, какой вывод сейчас, что будешь делать по-другому, по-новому, ну, вот именно от начала первой боли по партнерству, да, вот в аренде. Да, ключевой вывод, минимум личных персональных взаимоотношений и договоренностей, да. Раньше как срабатывало? Ну, мы же все собственники понимаем и знаем и так предполагали, что если мы пойдем договоримся, то мы самые лучшие условия получим. Но это тогда уже выстроенные личные взаимоотношения, понимаешь? Это не бизнес взаимоотношений, это бизнес взаимоотношений, в которых есть сильная личная составляющая. И вот теперь представь, у нас и того там, условно говоря, 60 заведений, да, из них там 30 наших и 30, там, условно, партнерских, там, франчайзинговых. И это все у тебя плюс-минус личные взаимоотношения. И когда в один момент, да, одновременно тебе говорят, не-не-не, мы не хотим с вашим сотрудником, с директором, там, коммерчески обсуждать. Это же серьезный ключевой вопрос, мы хотим Борисова. Когда в этой ситуации Борисов в слабой позиции, как бы, находится, понимаешь, что ты, как бы, не можешь решить теперь вопроса, да. То есть ты хотел бы его решить, но тебе говорят, ну, нет. И сейчас, как у вас будет, партизационный директор заведения договаривается, или кто, или франчайзи, кто будет сейчас договаривать за места, наверное. Пока я не знаю на уровне конкретной формы, но сейчас, теперь мы строим бизнес как бизнес. Без личных взаимоотношений. Бизнес как вин-вин историю, то есть просто где есть какой-то набор каких-то взаимоотношений, алгоритмов, но они исключительно бизнесовые, прописанные в контрактах, детализированные, там, и нет, как говорится, личных поручительств за то, что там кто-то что-то несет. Команда договаривается, в том числе и про аренду, правильно я понимаю? Да, то есть стандартность, как это, то, от чего раньше мы чурались, типа корпоративная жесткая структура, безликая, да. Теперь у нас будет тоже корпоративная жесткая безликая структура. С ярким собственником, как солнце, да? Да. Что только позитивное. Да, для клиентов, да, а для бизнеса я не хочу взаимодействовать ни с какими, условно говоря, там, партнерами-поставщиками. Я, понятно, взаимодействую на уровне большой, как говорится, своей формы в виде компании, да, но в целом я не хочу лично уже, ну, ввести это все. Ну да, а если тысяч заведений, как ты говоришь, что это вообще... Ну, это всем поздно. Немаскабируемая история. Табличка. Или в Zoom всех собрать в единый, да.